И снова всем привет на канале Олег Нестеров в Брязь! Сегодня у нас снова хорошее настроение, погода еще пасмурная, сегодня мы пораньше вышли. Но обещают синоптики плюс 4, плюс 5. Ну так оно последние дни как бы есть, птички поют, если слышно. Очень весело, как бы, ну и для заряда бодрого и хорошего настроения с утра хочу рассказать анекдот. Ну, такая история, анекдот старый, но смешной, правда, длинный. Два еврея, один парикмахер, другой стрижется у него. Ну и тот, который стрижет парикмахер, разговор завести надо, да? Говорит, ну и что вы, дружок мой, планируете на отпуск? Ну, тот в отпуск уезжает, стрижется. Тот, да вот, хочу в Москву съездить. Да вы что? Там же грязь, беспорядок, блин. Медведи по улице ходят. Ну, вы знаете, я как бы, у меня бабушка там жила. Ну, как-то же там выживала. Хочу слетать, посмотреть. Вы на самолете летите? Ну да. А какой? Авиакомпании? Аэрофлот? Да вы что? Ёлки-палки, это же вообще, это не самолеты. Это не знаю что. Там вонища, керосином, теснота, духота, кормят отвратительно. Ну, не знаю, это меня, наверное, не остановит. Я все равно слетаю. Ну, а в какой гостинице-то вы хоть остановиться хотите? Москва. Да вы что? Это вообще дыра. Там, блин, стены рушатся, обои отваливаются. Это таракань, вонища, блин, проституток, куча. Ну, вы знаете, это меня, наверное, не остановит. Вот в мавзолей хочу сходить еще. Да вы что? В мавзолей это же вообще очередь там километр, блин, ментов. Вообще, короче, полная жопа там. Я бы вам не советовал ехать. Да это меня не остановит, я все равно поеду. Ну, проходит месяц. Тот опять идет к парикмахеру, этому же садится. Тот, ну что, батенька, вы съездили в Москву? Да, съездил. Ну, и чего там? Все, как я и говорил, наверное, да? Тот, да нет, все чистенько, у них новый мэр. Все чистенько, все в порядок. Привели красиво, городок такой. Мне понравился порядок полный. Говорит, странно. Говорит, ну, а самолеты, да, я правильно рассказал, да? Да нет, вы знаете, самолет был полупустой, поэтому нас пересадили всех в первый класс, кормили отменно, стюардессы очень деликатные, симпатичные. Говорит, фу. Ну, в мавзолеи-то были, а в гостинице были? Да, в гостинице, говорит, все чистенько, только ремонт сделали. Блин, все на уровне, вообще молодцы. Кормили там отлично, никаких там проституток, ничего. Странно. Ну, а в мавзолеи были? Ну, да, конечно, был. Ну, говорит, подхожу, очереди там, ну, практически не было, захожу, а тут ко мне товарищ милиционер подходит, говорит, вы знаете, наши ученые разработали сейчас новые технологии, вот смогли оживить Ленина. Вот он хочет, ну, с первым человеком из толпы пообщаться. Вот вы нам попали с первые, не желаете пообщаться? Ну, конечно, подхожу я. Ну, и сзади ко мне этот старичок подходит, то есть Ленин, да, и, ну, и что же? Что он тебе сказал-то? Он мне сказал, батенька, это ж кто ж вас так хреново подстрык? Вот такой нигде, длинный, но смешной. Ну, лонжерончик у нас весь мятый-перемятый, поэтому его мы будем вырезать. Деда Вася с другой машинки отрезал кусочек. То есть и эту вот часть мы тоже ее потеряли. На свалку, наверное, выкинули. Так что будем его удалять. Вырежем вот здесь. Наверное, здесь часть оставим вот эту. И вот это все будем менять, убирать. То есть по стакану обрежем. Прямой лонжерончик у нас есть. То есть, ну, он тоже обрезан немножко неправильно, поэтому придется нам тут тоже мудрить. Что-то оставим, поменяем то, что уж сильно плохую, вот эту часть. А заднюю как бы оставим родную, чтобы там сильно много швов не делать. Ребята призадумались, как отрезать. Что ты прячешься, Саша? Не прячься, тебя уже все видели. Ну и что, приступаем. Ну и все так гладко пошло. Лонжерон немножко вверх. Основной у нас задрак. Сейчас мы его будем опускать. Чтобы нам его опустить в передний конец, так как задний у нас ровно стоит. Сейчас Толик его упрет по серединке, чтобы та часть у нас не шла. Толик, просто упор делай. И за передний конец мы его будем опускать. Мы его уперли с той стороны, а с этой сейчас будем продавливать. Как бы уперли в перемычку. Давай, Санек. И чуть-чуть будем его приопускать. Давай, давай, пока машина идет. Вот, пошел лонжерон. Так, стой. Или давай еще попутачку. Так, еще не идет. Пока там. Давай, давай, давай. Все. По размерам меряем стакан. Чуть-чуть вот эта часть у нас вниз опущена. То есть мы сделали распорочку, чтобы у нас стакан не выворачивало. Уперли машину в потолок, дабы не поднимало. И с этой стороны приподнимаем. И выворачиваем ее. Как бы так неудобно снимать, но... Давай я туда пройду. Туда надо проходить. Наверное. Мы уже распрошу. Вылетит хуйня. Давай, чуть-чуть приподнимаем. Вкладочка у нас небольшая. Мы ее разбиваем. Пока, подожди. Складка ушла уже. В принципе, вот тут мы пока вот так обварили. Здесь у нас небольшая щелка. Ну, мы ее заплавим, заварим. Да? И вот здесь вот щелка. Ну, небольшая. Мы ее обварим, потом это все сточим. И положим сюда вот такую где-то латочку. То есть и тоже ее обварим. Ну, естественно, здесь мы обварим все. Тут тоже латочка. И вот здесь мы промазали. Видите, да? То есть здесь у нас большой зазор. Здесь мы тоже пустим латочку. То есть латочки это ничего страшного. Так точно вы все равно не обрежете. То есть латочку запустим. И потом все это замажется. Как бы крыло у нас встает. Капот закрывается хорошо. Вот так немножко помучились. Как бы добились мы все-таки правды. Сейчас у нас ровненький лонжерон. Единственное, что еще латочки мы подварим. И сверху я обработаю швы. Ну, сначала этой эпоксидкой мы зальем. Даже на ночь мы этой эпоксидкой зальем. Завтра ототрем, что нам не нужно. И завтра сделаем латочки. Уже зачистим эти швы и обработаем. То есть там, где у нас между лонжероном и стаканом. Там мы герметиком шовным заделаем. То есть сделаем тоненькую красивую полосочку. То есть это я, может, потом покажу. То есть, ну, сегодня, конечно, ракурсы здесь было тяжело снять. Потому что мы все-таки то между дверями, то здесь и немножко так тяжело он нам дался. Но, как бы, ничего страшного в этом нету. Как видите, все делается. Но чуть-чуть, да. Чуть-чуть мы, конечно, помучились. Ну, вот, в принципе-то, все. Иногда, конечно, лучше деталь поменять, чем мучить ее, да. То есть, как вы видели, лонжерон мы вроде бы выпрямили. Все у нас по точкам стоит, но он был очень мятый. А мятый почему? Потому что мы его туда-сюда гоняли в нем. Ну, то есть, выравнивать его гораздо сложнее, чем поменять. То есть, ушло, конечно, время, но поменяли. Сейчас уже будет приятнее с ним работать. То есть, сети швы спрячутся, это не будет видно, это будет все красиво. Еще вот вопрос мне задавал человек. Тоже он десятку так, лобового удар был, да. Он говорит, что если обрезать лонжероны, то есть, и поменять морду. То есть, да, конечно, это можно сделать, но лонжероны нужно резать. После того, когда вы всю трапецию поставили на место. То есть, лонжероны надо вытянуть сначала в те места, где они крепятся к кузову. Посмотреть, чтобы у вас зазоры дверей все вставали на место. То есть, чтобы у вас двери стояли все ровненько. Чтобы щит, вот где лонжероны сами крепятся, чтобы не был загнут. То есть, всю машину сначала до того места, где вы будете обрезать, вытянули. Чтобы все у вас было ровненько. Потом только можно обрезать лонжероны. Даже лонжероны не совсем обязательно от кузова отпиливать. Вот как вы видите, мы их отпилили даже дальше. То есть, концы, которые на кузове, мы оставили. Они у нас ровные. То есть, поменяли часть чуть дальше. То есть, ну, вот эта верхняя часть, она не столь важна, как бы. Эта полочка идет, ну, чтобы крылья держали, да. На ней особой нагрузки такой нет. Если, конечно, нижний лонжерон, там уже надо посерьезнее и латки. Да и вообще, там надо двигатель снимать. Потому что иначе можно накосячить. Ну, в принципе-то на сегодня все. Конечно, не так много показали. Неудобно очень снимать было, если честно. На следующем уроке покажем, как латки делаются. Как это все обработает. И на пассажок, как всегда, анекдот. Ну, анекдот такой. Ситуация стандартная. Летит самолет. Компания Аэрофлот, опять же, да. Ну, и по громкой связи, по рации, командир корабля рассказывает. Здравствуйте, дорогие пассажиры. Мы приветствуем вас в нашей компании Аэрофлота. Рады, что вы летите на нашем самолете. Наш самолет летит на высоте 10 тысяч метров со скоростью 900 километров в час. А-а-а! Что это такое? А-а-а! Ой, не может быть! Тишина, короче, гробовая в салоне. Опять по рации. Извините, товарищи пассажиры. Тут стюардесса нечаянно пролила мне горячий кофе. Прямо на штаны. Видели бы вы мои штаны спереди в салоне. Блин! Твои штаны фигня! Видел бы ты мои штаны сзади! Вот такой анекдот! Ну, а я на сегодня прощаюсь с вами. Надеюсь, вам был интересен урок. Стараюсь вести все так в непринужденной, немножко в форме, да? Еще раз повторюсь, как бы я часто повторяю, потому что не все попадают на видео. У нас состоится слет с 5 по 9 августа с экскурсионной программой. Будет праздник в центре Беловежской пущи, на Царской поляне. То есть, как попасть на этот слет, вот, почитайте, пожалуйста. Здесь вы видите и программу слета, то есть, что будет происходить на слете. Ну, это часть верхушки айсберга, как я всегда говорю, да? Основная ее часть будет уже ближе к лету разрабатываться. То есть, программа будет очень сильной, очень мощной. Еще раз повторю, это первый международный слет. Таких слетов организованных, именно организованных с такой программой, таких слетов еще не было. И у вас есть величайшая возможность стоять у истоков этого мероприятия. То есть, быть участником. Каждый участник получит вымпел. Ну, и, конечно, кучу, кучу позитивных эмоций. Будет, наверное, встреча с интересными людьми, то есть, которых мы пригласим. И много, много, много всего всякого, всякого, всякого. Конкурсы, шмонкурсы, всякая разная программа будет огромная и интересная. У вас есть возможность величайшая быть первым участником первого международного слета. Ну, и, как вы знаете, вернее, я уже объяснял там, что вся эта мероприятие, вообще все это наше движение. Целью нашего движения является объединить молодежь, заинтересовать их чем-то, да, чтобы они немножко отвлеклись. Вернее, немножко, а совсем от подвалов, улиц, пьяных, наркотиков. То есть, немножко организовать, объединить всех людей. Наш канал уже как бы стал более народный, да, все больше на нем людей. Люди на нем все адекватные. То есть, плохих людей, не плохих, а, ну, людей, которым это неинтересно, я блокирую. Их просто на канале нету. То есть, вы можете спокойно зайти на мой канал и пообщаться между собой, поделиться радостью или какой-то проблемой, в которой вам всегда помогут. Также мы общаемся на Зелу рации. Тут так можно подписаться на нее. Посмотрите видео, там полная инструкция есть. И в конце видео есть в описании, как скачать эту рацию. На рации нас уже больше трех тысяч человек. Ну, не буду вас сильно грузить, как бы на сегодня, пока я с вами. Попрощаюсь, следующее видео не заставит себя долго ждать. Всем добра и бабла. Ну и, конечно, здоровья вам, вашим деткам, вашим близким, вашим семьям. Пусть ваши семьи будут немножко сплоченнее, немного отвлечемся от проблем этих серых будней, да. То есть, не из-за них проблем мир создан. Можно найти и хорошую сторону. Бывают у всех печальные моменты, да. Мы недавно прошли такой этап. Ну, все это в прошлом. Кто в прошлое вспомнит, тому глаз. Вот. Ну и всем удачи, терпения, добра и бабла.